Музыка Итак, дорогие друзья, коллеги, есть вопросы, впечатления, вы все видели, на самом деле. Ну, предваряю, что могу сказать. Это канал по-серьезному, телевизионный. Мы выходим в эфире города Казани, выходим во всех кабельных сетях Татарстана, ну, во всех крупных. Одна кабельная сеть нас пока не запустила. А также Оренбургская область, Нижегородская область, Башкортостан, Ишкар-Ала и все крупнейшие вот это провайдеры России в пакете мы присутствуем. Присутствуем также в пакете вот это провайдер, который обещает на русскоязычное население Германии, Турции, СНГ. Это в целом. Вопросы какие у вас? Да, меня зовут Арман. Во-первых, благодарю вас за экскурсию. Хотел попросить поделиться с вас историей создания канала и в целом, как получилось это организовать в ВУЗе. Ну, и в целом про историю, а также вот даже насчет студии, насчет этих залов, что нужно было сделать для этого, все перестроить, или уже это было в планах намечено. В общем, небольшая отсылка к истории. Смотрите, спасибо за вопрос. Первое. На самом деле, эта идея была ректора Гафурова Ильича Травкадьевича, у которого сейчас не очень простая судьба. Он, на самом деле, позвал меня как телевизионщик, я телевизионщик. Я не университетский человек был вообще. С 1993 года я в телевидении создавал в Ульяновске, Симбирске эфир. Участвовал при создании, не так, что я сам создавал, но участвовал при этом. В Челнинское телевидение, в Челнах, город Набережные Челны. Потом Елабага, где как раз и был главой администрации Гафуров, и он меня тогда пригласил с Челнов. А потом уже позвал сюда, и мне, кстати, было очень удивительно. Он мне сказал, я хочу телевидение. Ну, думаю, ладно, телестудия в университете. Говорит, нет, я хочу полноценный телевизионный канал. Я еще тогда подумал, а что мы там будем вещать? Сейчас-то я понимаю, что это Клондайк, университет вообще, в принципе, сюда приезжают мировые лидеры, гости, то есть все публичные люди, контент всегда есть. Помимо того, что в самом университете такой контент есть в открытом доступе, его полно, да, в принципе. Вопрос только в другом, как это сделал контент интересным остальной аудитории. Здесь большая проблема, и у нас она тоже существует. То есть, в принципе, в создании надо отдать должное этому вот ректору, да, бывшему ректору уже теперь. Второй момент. Это единственный телеканал в России, который конкретно, юридически, фактически принадлежит университету. Университет является собственником. Есть в Ростове дом ГТУ, там технический университет, там идет симбиоз частного государственного партнерства. Сейчас вот был у меня коллега с Байкальского государственного университета. Они пытаются сделать нечто подобное, как у нас. Тоже при университете, сделать все лицензии на университет, все разрешительные. То есть, вот, но пока, вот реально, в России мы единственные пока такие. Это стоит больших денег. Не каждый ректор на это пойдет. Это был неординарный шаг, на самом деле. Эти аудитории тоже создавались по-разному. Вот эта аудитория конкретно, она, вообще, надо сказать, что она была даже под конкретного человека, под персону. Это вот декан высшей школы сейчас, Леонид Григорьевич Толчинский. Когда выяснилось, что он возглавит высшую школу журналистики и медико-коммуникации, на самом деле все не просто шло. Даже в МГУ я знаю, что существует школа Третьякова, да, и журфак. И между ними антагонизм. И у нас также здесь был такой же антагонизм. Никто не воспринимал этот телеканал. Нафиг он никому журфаку даром не упал. Пока не возглавил декан, который проработал практиком, возглавлял информационное агентство, Леонид Григорьевич Толчинский, который первым в республике, в Татстарстане создавал интернет-телевидение. Он это уже все понимал и знал. Он позвал практиков. И вот впервые, когда появился он здесь, вот пошла смычка. Реально телеканал стал базой практики для журналистов. Меня зовут Евгений. Нас сейчас провели как раз по всем, да, скажем так, офисам, и в том числе в редакции, и в мастерских. У меня вопрос следующий заключается. Есть ли у вас на данный момент какие-то идеи расширения своего, скажем так, контента? Может быть, какие-то идеи именно внедрения новых форматов на телевидении, на данном канале? Знаете, вопрос же стоит, знаете как? Это как, когда я был в вашем возрасте, перестройка, вышел этот фильм «Москва слезам не верит», кроме телевидения ничего не будет, да? Как выяснилось, нет, остался театр, осталось все. А вот сейчас пора. Не будет телевидения. Она умрет. Классической, линейной. Об этом все говорят. И все идет к этому. Я не знаю, как на самом деле будет, и это большой вызов. И в университете тоже этим вопросом задаются. То есть на яросети вы уже сами видите, что происходит. То есть, в принципе, уже не нужны будут и зеленка, и большие студии. Все, все пропадает. Караул. Большие деньги не нужны. Как произошло с блогерами, происходит так же с голливудскими студиями сейчас. Понимаете, что назревает? Это 3-5 лет, и будет переворот, скорее всего. Ну, возможно, я оптимист в этом смысле. Хотя, честно говоря, я пессимист, потому что я не тороплюсь в это время. Поскольку пока еще телеканал нужен. А вот через 3-5 лет нужен ли он будет в таком виде? Большой вопрос. И не только к нам. К Первому каналу тоже. Но Первый канал уйдет после того, как уйдет мое поколение. Как активный избиратель уйдет. Пока он активный избиратель, Первый канал будет существовать. А вот потом его не будет. А что будет? Кто будет? Вопросы висят. Спасибо большое. Это не наш лозунг. Это декан высшей школы. Они поставили, там у них было какое-то мероприятие. Я, честно говоря... Может, ты знаешь, Александр? Скажи-ка, пожалуйста. В этом году у ребят приемка в высшую школу будет проходить под лозунгом «Акула-пера». Это баннер, который готовится на приемную кампанию 2023 года. То есть все очень просто. Они будут какой-то конкурс делать для тех, кто абитура. И вот какие-то там свои плюшки будут разыгрывать дополнительно. То есть для тех, кто уже когда поступит, станет первокурсником, что-то они получат. Вряд ли зачет автоматом, но что-то будет. Еще? Если можно, я тогда задам вопрос. Да-да-да, ближе подноси. Работает? Ну, тогда так. Спасибо огромное за экскурсию. И вот вопрос у меня такой. Даже учитывая тенденцию развития нейросетей и всего, что сейчас происходит в мире, не затрагивая политической ситуации, все-таки каковы же тенденции развития вашего студенческого телеканала? То есть планируется ли какое-то, например, сильное расширение? То есть планируется ли выход каких-то новых разнообразных рубрик? Планируется ли, не знаю, увеличение того же самого капитала телеканала? То есть как-то вот учитывая то, что единственным собственником является университет. Каковы вот тенденции, основные такие направления развития вашего телеканала? Ну, смотрите, у нас что вселяет очень неплохой оптимизм на ближайшую перспективу, это следующий год 200 лет университету. В рамках 200-летия мы ожидаем, во-первых, модернизацию, достаточно серьезную, которая была у нас в 2012 году. Мы тогда, кстати, первыми из трех каналов России вышли на вещание Full HD. И это нам сильно помогло, потому что каналов Full HD вещачек тогда было мало, и мы как раз попали в эти, вот это провайдеры нас ввели сразу, кабельные операторы, не из-за контента, а из-за того, что картинка была красивее, чем у других. Здесь переход на 4К пока большой вопрос, будет ли он вообще, не пройдут ли вообще на 8К сразу, не знаю, да. Да, модернизация кое-какая, в принципе, мы планируем. Вообще мы хотим перейти давняя мечта, я не знаю, насколько получится у нас. Студия слишком маленькая, вот вы были зеленка где-виртуальная? Она мала для таких вещей, но в принципе сейчас Голливуд уже использует компьютерные движки Unreal Engine. Вот на базе нее попробуем что-то сделать. Во-вторых, у нас большой сейчас наступил кризис в контенте вообще. Мы все понимаем, что канал по содержанию не продвинулся ни на сколько. То есть нам прошло 10 лет, и мы теряем зрителей. Это реальная вещь. Поскольку мы не есть ТНТ, не есть развлекательные, да, познавательных каналов, во-первых, стало больше. Когда мы начали только вещать науки, телеканала не было. Не могу сказать, что мы были первыми, потому что тогда вышли нано был телеканал, и еще один, я сейчас на память не помню, но в любом случае их было тогда мало. Сейчас стало, во-первых, телеканал науку стал производить достаточно хорошие, по меркам мировым, неплохие продукты. И в этом смысле у нас уже, мы стоим перед выбором и менять свои новости, и в том числе по контенту какие-то делать совершенно другие ходы. Пока это вот больше вопрос, чем ответ. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Если можно, я буду сидеть, чтобы не накрывать с собой задних, сзади сидящих. Я первый раз на телестудии, первый раз ознакомился с тем, как устроено телевещание поверхностно, и вопрос у меня максимально прикладного свойства. Можете ли вы, как специалисты, знающие кухню, телевещание, посоветовать простому телепотребителю что-либо, как, может быть, фильтровать контент на предмет того, чтобы избежать того потока информационного, ну, излишнего информационного потока, который льется на нас, и вообще какие-либо дать советы особые, которые обыватель вряд ли сам себе даст и сам для себя выработает, в том плане, как быть сознательным потребителем телеконтента. Спасибо. Ну, тут советы, они, как сказать, каждому свое. И вот когда я говорил, что у нас в эфире вещает, эфирные вещания, это вообще такое дорогое удовольствие, это сложное удовольствие, но эфирные вещания, вот вы не смотрите, линейное программирование ваше поколение уже не смотрит. То есть это нацелено больше на родителей наших абитуриентов, возможно, а скорее даже уже бабушек и дедушек. То есть вот такой контингент. То же самое время у нас в Ютубе мы размещаем все то же самое практически, и еще добавляем какие-то свои молодежные вещи, которые мы не можем пустить в трансляцию в эфир, потому что нас, вот мое поколение, этот контент не совсем воспримет и поймет. То есть разделяется, уже сейчас есть разделение. Вы, на самом деле, есть линейное программирование, да, линейный монтаж, если вы знаете все это, нелинейный. Так вот, классическое телевидение – это линейное программирование. То есть вы включаете и ждете, пока не пройдет одна программа, не пойдет другая. А Ютуб, среда, социальные сети, среда уже нелинейная. Вы сами выбираете все. Сами строите плейлисты и все остальное. Поэтому тут как советовать бессмысленно вообще? Что я могу порекомендовать вам? Мы ментально с вами, между нами, возможно, вообще пропасть. То есть я буду смотреть одно, вы будете смотреть другое, и это нормально. Поэтому от меня… Хотя, в принципе, вот, Александр Дмитриевич, вот же, вот, кто должен говорить. Так, ну, на самом деле, правило очень простое. Все информация, которая подается в любом средстве массовой информации, в ней около 50% правдивости. Остальное – это художественно-выразительные средства, которые использует журналист. То есть, понимаете, какая штуковина. Даже нашу с вами встречу, если делать из нее информационный материал, можно преподнести с двух углов. То есть первый угол – это если первым кадром в нашей с вами вот этой вот встрече мы покажем второй ряд, где ребята сидят в телефонах, девушке в зеленом откровенно пофиг, она отъезжает. Вот. И это будет очень скучным рядовым мероприятием, которое, в общем-то, стыдно показывать. То есть мы можем сказать, что в Казанский федеральный университет приехала очередная делегация, очередные скучные посиделки. Либо вариант номер два. Здесь же, да, мы показываем задающие активные вопросы аудиторию, ставим несколько кадров с нашей с вами экскурсии, где вы такие фоткали все это дело. И это играет уже новыми красками. То есть это все выразительные средства, которые журналисты используют в своем материале. И вот на этом банальном примере, то есть становится, по-моему, ультрапонятно, что соврать на телике абсолютно несложно. То есть можно что угодно приукрасить и можно что угодно очернить. Никакой проблемы в этом нет, поэтому, ну, как правило, надо всю информацию делить на два. Надо понимать, что она всегда подается под тем углом, который выгоден тому, кто является учредителем телеканала. То есть кто, собственно говоря, платит деньги журналисту. Очень опосредованно, да. То есть тот, кто делает заказ, тот, кто его оплачивает. Журналист — это человек очень простой. Заплатит побольше, он идет туда, где платит побольше, и будет, примет диаметрально противоположную позицию. Ну, 80% людей в журналистике, они абсолютно такие. То есть я говорю правдивые вещи. То есть чтобы у ребят тоже не было каких-то там розовых очков и так далее, что это постоянная история, что в журналистской тусовочке кто-то внезапно стал резко оппозиционером, да потому что денег больше начали заносить, вот и все. Ну, главное, этот ответ делить на два не нужно. Этот такой ответ делить на два не нужно. Ну, как хочешь, на самом деле. Вот этот ответ можно разделить, можно не делить. Я старался быть максимально откровенным. Хорошо, спасибо. Ну, я снова позадаю вопросы. Я Анастасия на экономическом учусь. Ну, у меня вопрос. Вот это вот все. Ну, мы вчера там говорили немного про младежную политику, про доверие. И вот сейчас мы говорим СМИ. У нас это источник информации. Люди, большинство населения у нас могут читать какие-нибудь телеграм-каналы, могут читать новости, газеты, которые публикуют это онлайн. И вот такой, ну, для большинства людей это является источником всей информации, откуда они могут черпать новости. Черпать, черпать. Новости. И как мы должны это, если до этого, но тоже этот был процент недостоверности и показ только с нужной стороны. Сейчас же этот процент возрастает, и человеку неоткуда получать достоверную информацию. И как мы можем здесь составлять то, что единственный источник, и он дает такое соотношение ложности, правдивости информации. Смотрите, на самом деле, каждый для себя выбирает источник, которому доверяют. Вот если несколько раз он не подвел, то вы начинаете ему доверять. Ну, у нас телеграм-каналов очень много сейчас. И в какой-то момент каждый из них прокалывается. Но телеграм-канал есть, который прокалывается, и потом, возвращаясь, говорят, да, ребята, вот здесь вот я проколол. Раньше, конечно, было проще в этом смысле. Средства массовой информации всегда несли очень жесткую ответственность за свое. То есть это были времена еще печатных СМИ, когда имели свою власть. И печатных СМИ еще в чем проблема была? Это же остается. Телевидение промелькнуло. Если ты не записал, если нет в Ютубе, то вроде как этого и не было. Прошло по рассказам. А печатные СМИ, вот оно, лежит на бумаге, ты можешь пощупать. И там писали конкретные опровержения. То есть они заставляли газеты, СМИ, если был реальный фейк, ложная информация. Газеты были обязаны напечать опровержения. Да, они на первой странице возможны, но тем не менее. Поэтому я рекомендую действовать именно так. То есть вы даже сейчас, если источники информации берете, если он вас не подводил, а это выявится. Если вы постоянно сидите и вдруг через какое-то время выяснится, что ваш источник, который вы считали, вызывал доверие, вдруг сделал какую-то неправильную информацию, и потом не вернулся к информации и не сказал, что это было уже уважаемые подписчики, это была ошибка, то тогда уже стоит, есть смысл уже насторожиться и, в принципе, искать что-то другое. Сложно сейчас, я согласен, потому что слишком много информации, слишком много источников и слишком много фейков, на которые ведутся и даже уже проверенные средства массовой информации. Да, происходит это. Можно еще один? Что-то хотите добавить? Нет? Хорошо. У меня еще один вопрос. А вы получаете доход с этого всего? Ну, в это вкладываются средства, а что-то обратное вы получаете? На самом деле рекламы на телеканале нет. Это большая проблема сейчас. У нас новая руководство, но уже этот достаточно жестко поставил вопрос перед нами. И я когда говорил про контент, это вот ответственность за доход, он начинает влиять и на контент. Но на телеканале как таковом трансляции нет, но мы на услугах зарабатываем. То есть мы делаем телетрансляции, мы предоставляем телевизионные услуги, снимаем какие-то программы, делаем фильмы. Вот на этом мы зарабатываем, да. И оно окупается? Нет, конечно. Нет, телевидение это очень... Вы знаете, Первый канал тоже уже не окупается, как выясняется. Телевидение в большом кризисе, реклама ушла. Да, провинциальное телевидение, региональное, начинает валиться. Если у него нет государственной поддержки, все. У нас несколько телеканалов уже ушло, их нет уже в живых. Мало того, радио бюджетное, которое считалось, там вкладывать-то особо не надо было. Оно уже исчезает, местное радио. Уже в Татарстане федеральные все радиостанции практически вытесняют. То есть этот процесс идет. И большей частью рекламы уходит в интернет. У меня тоже вопрос. Меня зовут Дамир. И как раз касаемо рекламы, например, если взять канал «Пятница», он как в вещании на телевидении находится, так и условно у них есть свой сайт, где то же самое, и YouTube-канал. Но в первую очередь все новинки, понятное дело, абсолютно новые серии, шоу и так далее, они в первую очередь выходят на телевидение и уже в интернете появляются позже значительно. И из этого такой вопрос, такая стратегия, она вообще долго может прожить, поднять каналу, не знаю, может какой-то актив, заработок, как раз привлечь рекламодателей. В том, что люди будут туда заходить, чтобы смотреть именно новые серии чего-либо, чтобы было, ну, чтобы просто посмотреть их, потому что их нет в других местах. Ну, а давайте вот сделаем вопрос. Кто из вас смотрит телеканал «Пятница»? Ну, уже хорошо. То есть вы реально смотрите линейный телеканал? Программированный. Удивительно, потому что среди моих студентов, сколько я их не спрашиваю, ни один не смотрит телевизор вообще. Так, тогда телеканал имеет право жить еще какое-то время. Ну, например, я смотрю его или с Ютуба, или с их сайта. Ну, у них, понятно, там и там есть реклама, но учитывая… Трансляции уже смотрите, я правильно понимаю? Или вы в Ютубе смотрите отдельные программы? Ну, у них, например, какая у них схема? У них идет эфир, ну, конкретно какое-то время, да, там, условно, какая-то программа там указана, у него там лид-тайм, ну, 7 вечера, условно, пятница. Он проходит, ну, то есть проходит программа, и после того, как она прошла, она сразу появляется на сайте. Ну, то есть, понятно, на сайте есть прямой эфир, но и, как бы, после завершения программы на сайте появляется запись, грубо говоря, этой же программы. То есть, по сути, вы трансляцию не смотрите? По сути, нет. Я о том и говорю, вот она скоро умрет. Ну, то есть, когда как? То есть, конкретно или трансляцию смотрю, или саму запись, но трансляцию в меньшей степени, конечно. Потому что нелинейная, как и видеомонтаж, мне очень нравится это сравнение, линейный видеомонтаж и нелинейный. Нелинейный видеомонтаж, он дал взрыв просто. Для творчества, для выбора. Вот это дает свободу. Собственно, и, видимо, будущее у телевидения все идет туда. Также нелинейные просмотры, да. А если рассматривать формат лайва какого-то, типа, вот, голоса условного, у него же финал вроде как, типа, проходит, как прямой эфир. Способно ли на этом телевидение жить? Или тоже задублировать можно в YouTube и так далее? Это же, как бы, отдельные программы, они никак не связаны именно с классическим телевидением. То есть классическое телевидение, я же говорю, это вещание в 15.00 голос, в 16.00 новости. Ну, условно, да, и пошло-поехало. То есть для этого, для программы «Голос» не обязательно ее транслировать по эфиру и в кабеле. Вы спокойно можете посмотреть ее в интернете, да, и так же проголосовать. То есть поэтому классическое телевидение проигрывает в чистую пока. И я не вижу пока перспектив, что оно чем-то может выиграть. Вот в чем беда. А мы как раз и занимаемся, и классическим телевидением тоже. Я это чувствую просто. Вы так пессимистично, реалистично настроены. А куда это все денется потом, через 3-5 лет? И что это будет? Умпадничество, направление и... Сейчас отвечу классически, банально. Куда делись извозчики? Таксисты. Куда они все делись? А их была куча. Вот куда делись. Не все в таксисты прошли. Кто-то куда-то. Что-то так же произойдет. Типа, сейчас смотрите, что творится с полиграфией. То есть газеты ушли. Большие печатные комплексы, дорогие. Там железо тоннами. Они сейчас проставили. В убытки идут. Что будет с ними? Металлолом зададут. Такое мнение есть. Вот вы назвали возможную смерти, примерную дату телевидения, там 3-5 лет. Но что по поводу того, что мы тоже состаримся, и мы сядем за телевизоры, вместо того, чтобы смотреть в телефон? Да не будет у вас телевизоров. Будет большой гаджет. Вот такой же. То есть, ну, это был экран. Вы его не видите, не опустили. Ну, будут большие мониторы. То есть, но не будет вот того телевидения классического с линейным программированием. Все, оно умирает. Я сейчас об этом. Вы можете смотреть его на чем угодно. На гаджетах там. А скорее всего будет, как Гарри Поттере. Там разворачиваете в газету, она там показывает. Все идет к этому. То есть, а вообще, в принципе, вы можете посмотреть даже на стене. Вы идете, кирпичная стена, провели рукой и смотрите. Все к этому идет сейчас. По крайней мере, уже наши физики в университете говорят об этом. Они уже подошли к этому. Ну, подошли теоретически, понятно. В практику эти внедрить открытие еще время займет. Но уже подошли. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Спасибо вам за экскурсию. Действительно, было очень интересно. И прекрасные инициативы, тем более исходящие от поддержки самой республики. У меня два вопроса. Первый довольно прикладной. Мы успели пересечься со студентами вашего института. Они нам сказали, что они тоже используют оборудование, им разрешают, но только на направлении телевидения. Может быть, они не успели нам многое рассказать. Но так как это все-таки все оборудование, все, что нам показали, принадлежит студенческой организации и осуществляется на ее основе, сами студенты как-то проходят прикладное обучение с использованием того или иного оборудования, которое вы нам показали? Во время занятий они используют вот этот шоу-рум. Могут проводить здесь только шоу в рамках практики. Да, правда, честно скажу, пока силами студентов ни одного полноценного ток-шоу, которое можно было бы спокойно поставить в эфир, не было. Но, тем не менее, они имеют такой возможности. Все студии, они имеют возможность записаться там. Оборудование студентам мы не даем. Но студенческая редакция есть, про которую вы говорили. Там есть наш сотрудник возглавляет, и он берет под свою ответственность. А ей уже пользуются студенты, которые в его редакции. Они не есть штатные работники, они реально студенты, которые учатся у нас здесь. То есть такая схема, да, мы ее практикуем. И именно они сейчас ведут все спортивные трансляции. И на мое удивление, у меня был большой скепсис вообще по студенческому спорту, сейчас идет какой-то движуха какая-то идет. То есть количество просмотров трансляций увеличивается. Вот спортивных именно, университетских соревнований. Спасибо. И второй вопрос, может быть, он покажется немного провокационным. Вот вы говорите, что 3-5 лет и телевидение умрет. А есть ли смысл тогда поступать на журналистику, телевидение, продолжать учиться здесь? Нет, 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 давайте, пожалуйста, не утрируйте, умрет там, большой кризис. Я не ванга, я вот вообще могу ошибаться в легкую. Это мои ощущения, да, вот поймите это так. Все идет не очень хорошо для классического телевидения. К сожалению, да. А стоит, учиться, во-первых, всегда стоит, это первый момент. Вы приобретаете навыки, они никуда не денутся. Даже вот если сейчас искусственный интеллект появляется, то есть он все равно будет писать и корректировать текст, соответствуя тому, что вы ему будете задавать, какие исходные данные, какие вопросы вы будете писать. Это вы будете двигать им. За вас он не напишет все равно полностью ничего. Поэтому и здесь такая же ситуация, ну да, грохнется, и что? Телевидение уйдет в интернет. То есть оно как таковое, видео уже не исчезает. Телевидение, телеканалы перефрофилируются в большие производственные студии. Начнут вещать как-то другое. Я не знаю, как это будет происходить на самом деле. Скорее всего, все больше части будет уходить в интерактив. Вовлекать. Вовлекать в сценарий программы, в продолжение программы. Сейчас уже говорят о том, что сериалы, в которые, ну, по крайней мере, я уже года 3-4 назад был в кинотеатрах, где ты участвуешь, выбираешь сценарий, на пульт там называешь. Пойдет по такому пути сценарий или не по такому. В Ютубе есть уже полно таких вещей, где Ютуб позволяет несколько сценариев развивать одного и того же фильма, предположим. Также и программ. Скорее всего, все будет уходить туда. Возможно. Ну, это мои такие догадки. Спасибо. Меня зовут Мария. Спасибо большое за такую возможность посетить настоящую телестудию. Я тоже, как Иван, впервые. Мне было очень интересно. У меня вопрос по поводу регионального телевидения. Вот вы упомянули, что сейчас также кризис регионального телевидения. И вот, например, во время новостей по той же России-2 они делают врезку. Например, основные федеральные новости. Потом у них есть некоторое время, когда вот нечем условно забить эфир. И они включают с регионального канала. И получается, время забивается. И потом идут московские новости в нашем случае. Подскажите, пожалуйста, во-первых, ну зачем они это делают? И что насчет политики государства с точки зрения регионального телевидения? Что-то поменялось? Поддержка какая-то стала больше? Ничего не изменилось? Или все стало еще хуже? Ну, вы смотрите Россия-2, Россия-1? Конкретно вы? Изредка. Ну, вот вы почти ответили на вопрос, да? Вот как только уйдет поколение, советское поколение, вот наше поколение, оно вам не уйдет вообще, а уйдет от активных дел. Уйдет с руководства, да? Вот я покину эти каналы. Мое поколение уйдет вообще, начнет освобождать места для вас, да? Всех. Все. Все изменится. Телеканал больше уже, он не умрет вообще. Он останется для нас, для моего поколения. Мы его будем смотреть, как мы привыкли, да? Но его все минимизируется. Не будет таких громадных холдингов. Возможно, это будет. То есть их количество уменьшится в разы. Государство их будет поддерживать, пока не уйдет айное количество ниши, да? Которые, зрительской аудитории, которые это все поглощает. И то я вот уже большей частью телевидения не смотрю тоже. Я выбираю нелинейное программирование. Я выбираю, что мне интересно. В лучшем случае я после работы, когда уже вообще весь загруженный, на все наплевать, я включаю тогда фильмовые каналы и тупо переключаю. Ну, то есть это вот тенденции очевидны. Спасибо большое. Позвольте закончить. Спасибо большое.